Информационная продукция для детей, достигших 12 лет. Добрый вечер. Доверие и суд. То есть это, в принципе, понятие совместимое. Но бывают случаи, когда есть недоверие к суду. Именно об этом мы сегодня будем говорить. Здравствуйте, Динара. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Да, очень такая у нас сегодня интересная, актуальная тема. Полагаю, что любым залогом хороших взаимоотношений будут трудовые, дружеские, семейные. Это у нас уважение, взаимопонимание и доверие. Почему мы говорим о доверии? Вы как правильно отметили, суд и доверие взаимосвязаны между собой. Если не будет доверия, не будет положительного результата, правильно? И одна из главных задач, мне кажется, судебной системы, это власти Казахстана, это повышение доверия к судебной системе и непосредственно повышение доверия к суде. Непосредственно на постоянной основе мы проводим разные виды работ, несколько факторов. То есть это не только законные и справедливые акты, которые так и так должны выноситься судьями, но и открытость и доступность. То есть, чтобы народ доверял суде, необходимо открыто проводить процессы, показывать, быть в доступности позволимой. Для этого у нас проводятся разные реформы в судебной системе, внедряются информационные технологии, которые очень актуальны и полезны не только для суда, в первую очередь, но и для всех участников процесса. Сама тема доверия, мне кажется, складывается из огромного количества компонентов. То есть это огромная работа не только судей, но и в общем целой судебной системы. Если мы говорим о доступности правосудия, то есть это законный и справедливый акт, то мы также работаем в направлении непосредственно беседы, разговора со сторонами. К примеру, когда у нас поступают дела, непосредственно судья проводит подготовку, то есть знакомится со сторонами, со сцом, с ответчиками. Все это проводится официально в порядке Гражданского процессуального кодекса. Но до этого у нас был введен институт примирительных процедур. То есть у нас имеются квалифицированные судьи с большим опытом профессионала своего дела, которые проводят примирительные беседы, процедуры. То есть пытаются примирить сторон. В свою очередь стороны доверяют суду, судья объясняет, на каких условиях возможно примириться, возможно переговорить, где-то разрешить какие-то споры, чтобы остаться в хороших дружеских отношениях. И на этой стадии у нас в течение 10 дней работают судьи-медиаторы. То есть они пытаются разрешить спор, и если же нет, не получилось, то уже дела распределяются от дальше судья. Судья также проводит подготовку, обязательно знакомится со сторонами. И уже в дальнейшем, если возможно, в сторону могут также примириться. Если же нет, то мы уже проводим процесс в дальнейшем уже. Ну в целом, вот вы сейчас говорите о том, что судья-медиатор, он в любом случае, чтобы стороны ему доверяли, он проводит какие-то беседы. А в данном случае не может ли сложиться у одной либо из сторон о том, что судья принимает чью-то сторону? Нет, потому что судья, само медиативное соглашение, либо мировое, либо партисипативное, оно происходит на взаимовыгодных условиях. То есть каждая из сторон должна остаться довольна этим результатом. То есть если я возвращаю тебе деньги, то в дальнейшем у тебя не будет ко мне претензий. И основной фактор того, что вы говорите, чтобы никто из сторон ничего не подумал, что судья заинтересован, либо больше отдает предпочтение ИСУ, либо ответчику, эта процедура проводится обязательно с участием двух сторон. То есть и истец, и ответчик у нас присутствуют обязательно. То есть судья не может отдельно переговорить с ИСЦОМ, не подключив ответчика, нарушив его права. Это все проводится при обоюдном согласии. Не включается ли в данный момент человеческий фактор? То есть когда судья видит наглядно, что в данном случае одна из сторон не права, и он это как-то может показать? Судья нет, не может показать, потому что он руководствуется законом, и все это излагает уже в судебном акте. То есть мы не можем проявить свои эмоции, сказать, нет, истец, ты не прав, ты сейчас не должен так делать. Нет, это все происходит очень спокойно, культурно, и судья уже в судебном акте все это отражает и расписывает в рамках закона, естественно. Ну все же, давайте тогда поговорим об основных факторах, вызывающих доверие к суду. Непосредственно на постоянной основе мы проводим круглые столы, брифинги, семинары с государственными органами, с юридическими лицами, встречи, беседы со студентами, например. Очень часто студенты, выпускники 3-4 курсов, они приглашают судей для того, чтобы переговорить, узнать, какая это работа судьи, в чем вызывается сложность. И непосредственно мы встречаемся с студентами, рассказываем, какие у нас основные моменты, ключевые факторы. В дальнейшем они приходят к нам по молодежной практике, либо по общественной бирже, и у нас работают в суде, в судебной системе. Круглые столы мы проводим с государственными органами. Также, если происходят у нас какие-то инновации, изменения в законодательстве, что-то новое мы внедряем, мы обязательно об этом уже информируем сторон непосредственно и также участников самого процесса. Также у нас на постоянной основе проводится прием граждан. Вот что бы хотелось здесь обратить внимание. Смотрите, судья лично принять сторон вне процесса он не может. То есть мы видимся со сторонами только на процессе в определенное время в зале судебного заседания с аудио-видео фиксацией. Но у нас в целях открытости и доступности доверия граждан предусмотрен прием граждан. Он осуществляется у нас только председателем суда. То есть председатель суда только он может принимать людей. У нас существует определенный график, время. Они могут записаться заранее, могут подойти в любое удобное время, и председатель их примет по возникающим их вопросам. Но эти вопросы не могут быть относительно того, что они не могут спросить, какой будет результат дела, либо почему судья так вынесла. Нет, это могут быть какие-то организационные мероприятия, например, относительно документации, что необходимо предоставить. Либо просто бывает некоторые стороны, они очень волнуются, переживают и хотят прийти на прием уже к председателю, который осуществляется только им. Ну, то есть, если человек не может сказать свое недоверие, высказать свое недоверие, или он не согласен с решением суда, например, он не может это озвучить на приеме? Он на приеме может, конечно. Он может сказать, да, я не доверяю, предположим, суде. Но у нас, как вы знаете, в Гражданском операциональном кодексе предусмотрен отвод судья. Отвод – это когда сторона заявляет на процессе, я не доверяю этому суде, я не хочу, чтобы он рассматривал это дело. И затем уже другой судья рассматривает это заявление. Но отвод должен быть мотивированный по установленным уважительным причинам. Да, обоснованный. То есть, это не просто может быть так. Я вам не доверяю, я не хочу, чтобы вы рассматривали. Там определенный узкий перечень, по которому можно заявить отвод, и он будет удовлетворен. Ну, к примеру, то есть, раз мы уже говорим о доверии, что может вызвать недоверие? В стороне может быть вызвано недоверие, если, предположим, бывают такие моменты, если ранее судья рассматривал аналогичный иск. Предположим, с этими же сторонами и решение было вынесено не в пользу, предположим, ответчика. Он, естественно, может проявить свое недоверие, сказать, что судья уже один раз поставил точку в каком-то споре, где мы участвовали, и я не хочу, чтобы судья тут также разрешал спор. Или, например, могут стороны говорить, судья более поддерживает позицию СССР, удовлетворяет его ходатайство. Мы ему не доверяем. Конечно, по таким основаниям удовлетворение отвода будет стороне отказано. То есть это может служить основанием, чтобы поменять судью во время процесса? Только по существенным основаниям. Там, если ранее судья проводил медиацию, и там есть у нас четыре пункта, по которым они могут заявить о суде, мотивированном отводе, они уже прямо предусмотрены в гражданском посланном законодательстве. Только по этим четырем основаниям. Вот смотрите, мы сейчас, то есть ранее мы говорили о том, что судья не может принимать чью-либо сторону, и, как правило, судья так себя и ведет. Но, то есть недоверие у сторон все-таки может вызвать? Да, недоверие, конечно же, мы не можем предугадать, потому что любые стороны, приходя в суд, они немножко эмоциональны, они немножко взволнованы, переживают. И вот в ходе подготовки, именно для чего предусмотрена у нас подготовка, мы более подробно беседуем, пытаемся выйти на контакт. Я не говорю, что мы пытаемся вызвать насильно доверие. Нет, мы пытаемся объяснить ситуацию, успокоить сторон, пояснить, какие сейчас у нас стадии, что, какие ходатайства, что именно постепенно, как они могут ознакомиться. Бывают очень разные люди, которые немножко побаиваются. Ну, неприятно, когда тебе приходит извещение, либо повестка. Для некоторых это происходит очень внезапно, по примеру. И поэтому, когда вызывается недоверие, ну, я считаю так, что в любом споре есть проигравший и выигравший, правильно? Если, предположим, это не медиация, к примеру. И, естественно, если спор вынесен в пользу истца, а ответчик не согласен, то он может обжаловать решение суда. Здесь, получается, да, он может сказать, я не доверяю не то чтобы судебной системе, я не согласен с вашим судебным актом, я хочу добиться правосудия. И они обжалуют этот судебный акт, подают апелляционную жалобу. И, соответственно, уже вышестоящим судом рассматривается это решение. Ну, то есть, если мы сейчас говорим о том, что стороны могут не доверять судье, а может ли судья сам отказаться от какого-то дела и сам объявить отвод? Судья, да, может заявить самоотвод, если кто-либо из участников процесса находится с ним в близких родственных отношениях. К примеру, если, к примеру, вот ответчик, это является его близкий родственник, например, сестра либо мама, то, соответственно, конечно, судья уже не может рассматривать это дело. Он заявляет самоотвод по уважительной причине, выносится определение, удовлетворяется самоотвод и распределяется дело другому суде. Здесь уже ничего такого нет. Это действительно по законным основаниям. И, соответственно, судья уже не может рассматривать. При распределении таких вот процессов Но такого не может, то есть не может всплыть, например, тот факт, что в данном случае здесь, например, истец или ответчик является родственником судей, и этого судью не назначать. Нет, не может, поскольку у нас автоматическое распределение дел, у нас, получается, никто не вмешивается в эту программу, система Турлек регистрирует иск, и он уже автоматически падает любому суде. Там высчитывается свой коэффициент, нагрузка, кому-либо падает и судей, и если эти моменты мы уже обнаружим при рассмотрении, то тогда уже, да, можно заявить самоотвод. А на данном стадии, когда поступил иск, программа, она не может, мы не фиксируем, мы не активируем на этом внимание, потому что, ну, это законное, справедливое АРД, автоматическое распределение делов, в которое никто уже нас вмешаться не может. То есть еще один факт прозрачности и доверия, то есть судья не выбирает дело? Конечно, нет. Например, я вот говорю на своем примере, чтобы это было доступно. Я прихожу, мне утром поступило, предположим, там, три иска. Я не знаю, какие это дела, я не знаю, что это за стороны, я принимаю в течение пяти рабочих дней, я смотрю, ознакомливаюсь, смотрю, кто стороны, какие требования, смотрю, законно ли обоснованы требования, смотрю, основания для возврата отсутствуют, подсудность проверяю. То есть я заранее не знаю, какое мне дело упадет, какой мне иск упадет. Это никто из нас, из судей, не знает. В этом и есть, да, как вы правильно отметили, открытость, прозрачность. То есть стороны уже понимают, что это дело не упадет определенному суде. Оно распределится автоматически, программа уже сама распределяется. И что интересно, и что правильно, автоматическое распределение дел, оно распределяется по коэффициенту, и там очень все продумано по минутам, по времени. То есть это можно просмотреть. Если же у нас вот даже это все проверяется на постоянном уровне в программе Турелек, если же это даже было бы распредено определенному суде, к примеру, это в программе бы высветилось. У нас таких случаев по республике нет, потому что все происходит законно, автоматически распределяются данные дела. Может ли судья скрыть тот факт, что одна из сторон является родственником, и решить, то есть вынести, как говорится, решение в пользу родственника? Нет, судья не может данный факт скрыть. Судья обязательно, неукоснительно должен об этом сообщить непосредственно председателю и непосредственно заявить самоотвод. Таких случаев быть не может, потому что в любом случае судья понимает, даже если он рассмотрит это дело, оно в последующем будет отменено, как вынесено незаконное. Здесь мы руководствуемся, в первую очередь, законом и справедливым судебным актом, и правильным его разрешением. Скрыть нет, таких фактов быть не может, и мне кажется, любой судья, понимая уровень своей ответственности к работе, должен здесь, в первую очередь, руководствоваться не своими дружескими, семейными отношениями. Ты пришел на работу, у тебя нет никаких родственников, мам, пап, ты профессионал своего дела, ты должен рассмотреть спор. Если это твои родственники, заявляешь самоотвод, и все, уже по закону дело распределяется другому. Но скрыть, думаю, что нет. Не то чтобы думаю, уверена, что нет. Ни один судья на такое не пойдет и не рискнет. То есть это в последующем в любом случае всплывет? Конечно, да. Это же ваш авторитет непосредственно судей. В этом же и есть доверие, в этом же и есть законность и справедливость. Поэтому, полагаю, что скрыть. Хорошо. А помимо круглых столов, какие-то еще мероприятия проводятся? Да. Вот, как я уже ранее говорила, прием граждан, получается, настолько председатель осуществляет. Непосредственно социальные сети. Это сейчас очень актуально, модно, интересно, доступно, я полагаю. Вот посредством Facebook, Instagram есть страницы. Вот, к примеру, «Октябрь сот». Там публикуются ролики. Это выступления, к примеру, на телевидении, на радио, встречи со студентами, проведение круглых столов, брифингов. То есть в общей доступности в сети Instagram любая сторона независимости, участники, не участники процесса, могут просматривать, могут ознакомиться и непосредственно написать свои комментарии, задать какие-то вопросы, на что у нас есть специальная группа по СМИ, реагированию средств массовой информации, которая непосредственно всегда отвечает на эти данные вопросы, информирует участников процесса о судебной системе. Также, если вы в интернете, например, вот ведете в гугле, специализированный международный экономический суд, выйдет полностью информация о нашем суде, адрес, телефон, судьи непосредственно, их рабочие телефоны секретарей, ставки государственные пошлины и основные моменты, которые бланки необходимо подавать при подаче исковых заявлений. То есть, получается, это в общей доступности на просторах интернет-пространства у нас активно ведется. И посредством Facebook также у нас судьи выкладывают интересные полезные посты, интересные изменения в законодательстве, то есть ознакомливают не только себя, своих коллег, но и других сторон, поскольку непосредственно у нас все меняется, модернизируется, совершенствуется в лучшую сторону. Но непосредственно мы должны также и информировать других участников процесса. То есть, насколько я понимаю, есть судебная этика. И в данном случае, если судья выкладывает пост и выходит, например, в прямой эфир посредством соцсети, это нормально? Да, полагаю, что если судья выкладывает пост, соответственно, мы же понимаем, это должно быть без нецензурной брани, естественно, уместно. Это должно быть что-то связанное, естественно, с законом, непосредственно связанное с изменением в законодательстве. Нет, судья, конечно же, может также и что-то выкладывать из своей личной жизни, это не запрещено ему. Он также может что-то выкладывать, семью, детей, к примеру, но также может и что-нибудь полезное выложить для участников процесса на своей странице. Поэтому это не запрещено. А какой-то результат уже есть на сегодня? Вот таких вот мероприятий? Да, вот непосредственно, к примеру, Ак-Тюбе-СОП, которую наша страничка, мы ведем, мы на ней рассказываем, выкладываем посты. Вот делала я недавно ролик тоже про изменения в законодательстве, про государственные закупки. То есть посредством роликов, даже вот когда мы на телевидении с вами видимся, эта информация воспринимается очень по-другому. Ярче, проще, доступнее. И посредством этих роликов стороны могут ознакомиться, задать свои вопросы, непосредственно также прийти на прием. Либо мы, если организовываем лекции, круглые столы, они также могут задать свои вопросы. То есть задать вопросы не относительно своего дела, какое будет разрешение, а относительно правоприменительной практики, об изменении в законодательстве. А разъяснение решения суда? Вот, да. У нас ведется активная работа над качеством судебных актов. В чем оно вызвано? Потому что чем-то то, что решение должно быть не просто же у нас законом, справедливым, но еще и доступным, понятным. И у нас внесено было изменение, это разъяснение судебных актов. Что это такое? Например, мы огласили решение, и затем у нас получается, мы его разъясняем. То есть говорим общим, доступным, понятным языком, почему судья пришел к такому решению, почему он взыскал эту сумму. И объясняем, в соответствии с какими нормами законодательства, на основании каких документов, на основании каких доказательств. Мы полностью разъясняем истцу, и ответчику, вне зависимости, какой был результат принят. Будь это решение удовлетворения, либо об отказе, прекращении. Также мы разъясняем, почему была взыскана такая сумма государственной пошлины. Почему был применен вот такой вот расчет неустойки. Почему судья не применил данную норму. Также разъясняем, что если сторона будет несогласна, то может подать, соответственно, операционную жалобу. Уже вышестоящий суд. То есть любое вправе из сторон обжаловать судебный акт, если он будет с ним несогласен. Также это краткое изложение решения суда. То есть судья основные ключевые моменты, факторы рассказывает сторона. А уже в полной копии решения суда мы уже полностью мотивируем, почему суд пришел к данному обстоятельству, к данным выводам. Приводит все доказательства, опровергает доводы ответчика, разрешает некоторые ходатайства, которые необходимо прописать в судебном акте. И уже получается по истечении пяти рабочих дней, у нас срок изготовления до пяти рабочих дней, мы направляем вышеуказанный судебный акт сторона, с которой они могут с ним ознакомиться и уже в дальнейшем получается его обжаловать. Но они стороны, попрошу отметить, на разъяснении судебного акта они могут задавать суду вопросы. К примеру, в ходе проведения судебного разбирательства, естественно, ответчик, третье лицо, они не могут задавать вопросы суде. Они могут задавать вопросы только при разъяснении решения суда. Все необходимые вопросы, все, что их по ней переживают, волнует, они уже могут в ходе разъяснения решения суда все это спросить. Разъяснение – это обязательная процедура или это только по требованию? Нет, это обязательно. Если у вас при оглашении судебного акта подключились стороны, судья обязан огласить судебный акт и в дальнейшем его обязательно разъяснить. Потому что в любом случае либо у ИСЦА, либо у ответчика будут вопросы. Мы не оглашаем судебный акт только в одном случае, когда из сторон никто не подключился. Бывают такие моменты, когда стороны участвуют на других процессах, они заняты, не могут подключиться, они предупреждают судью, говорят об этом секретарю, пишут в группе WhatsApp. И в этом случае судебный акт уже у нас не разъясняется, только в этом случае. И уже после разъяснения, когда судья вынес решение, они уже повторно не могут обратиться к суде, либо написать, либо прийти к суде на прием, чтобы она ему разъяснила. Только так судья, получается, разъясняет решение суда, и мы сразу же им направляем в течение пяти рабочих дней, с которыми они уже могут пойти в вышестоящий суд в случае с его несогласением. То есть в целом работа ведется немалая и вызывающая доверие, наверное, население к суду. В целом какие-то возникают вопросы, может быть? Вот, к примеру, смотрите, вопросы. У нас была внедрена программа судебный кабинет, как вы знаете уже, когда стороны, не выходя из дома, могут направить заявление, иск, ознакомиться с документами. И у нас также ведется аудиозапись судебного процесса. То есть, если вы знаете, раньше у нас был ручной протокол от руки, сектори писали, то сейчас у нас специальная программа АВФ, аудио-видео фиксации. То есть весь процесс, все, что говорит судья, что излагает стороны, это все записывается. И по окончании судебного разбирательства, если сторона хочет ознакомиться, они пишут официальное заявление, также дают пояснение о том, что не разглашают сведения третьим лицам, не передают этот диск. И они получают этот диск, на котором, получается, записывается весь этот процесс. Также в чем вызвано, можно повысить этот уровень доверия, что это все фиксируется, это все официально. И то есть вот эта вот сама система аудио-видео фиксации помогает сторонам вызвать огромное доверие к суду, я считаю, в полной мере. Ну, мы пришли к данному, видимо, исходя из каких-то фактов, исходя из каких-то историй, которые были, или это в любом случае как бы мы вызываем доверие, как мы говорим, прозрачность, чтобы люди доверяли, чтобы было меньше вот таких вот коррупционных рисков или прочего, или это все-таки была какая-то вот необходимость? Я полагаю, что это все-таки ключевой фактор, без которого невозможно. В принципе, в работе, в любой. Доверие, оно всегда должно быть, поскольку мы судники, суди-работники судебной системы, мы в первую очередь должны вызывать это доверие на любой стадии, при любых решениях, при любых случаях, я полагаю. И поэтому думаю, что это повышение доверия к судебной власти, к судебной системе, это главная задача, которая не должна ни от чего зависеть, ни от каких факторов. Сейчас, я так думаю, что вы говорите уже с высоты, или, наверное, может быть, исходя из своего опыта, если придет молодой судья, он будет так рассуждать? Полагаю, что да. То есть это приходит, прежде чем стать судьей, он всегда должен пройти все это? Я полагаю, что непосредственно заступая на этот путь судебной системы, уже ты должен руководствоваться принципом справедливости, ответственности. Внутри тебя это должно как зернышко быть заложено, что в первую очередь мы слуги народа и, соответственно, должны выполнять свою работу на должном уровне. И выявлять эти факторы, проявлять доверие народа к судебной системе должно быть у нас уже заложено. Если нет этого потенциала, если нет внутреннего этого стержня самого, если ты не идешь к этому, наверное, будут трудности, мне кажется, в работе самой. И поэтому, мне кажется, вне зависимости, ты опытный судья, либо ты только вчера устроился на работу, этот ключевой фактор доверия, чтобы люди тебе доверяли, потому что они обратились к тебе за помощью. К нам же стороны приходят, зачем? За защитой своих прав. За справедливость. Да, за справедливостью. Естественно, мы должны им не просто помочь, но и предрасположить к себе, вызвать доверие. И поэтому, вне зависимости от возраста, стажа, полагаю, что это должно быть на должном уровне у любого судьи. Может быть, подытожить наш разговор в целом и, наверное, доказать нашим телезрителям о том, что сейчас действительно все прозрачно, все доступно. Может быть, есть какая-то фраза, может быть, есть какие-то слова, которые вы хотите сказать нашим телезрителям? Уважаемые наши телезрители, в целом в судебной системе происходит огромный ряд реформ, которые направлены для того, чтобы не только было легко судим, но и повысить авторитет самого суда, но и непосредственно предрасположить сторон, для того, чтобы сторонам было очень удобно, комфортно, безопасно. За защитой ваших прав вы обращаетесь в суд, и мы, судьи, непосредственно выполняем все зависящее и независящее от нас, для того, чтобы вы нам не просто доверяли, для того, чтобы вы были в безопасности, чтобы законные, справедливые решения, действительности были залогом правильного правосудия, законного правосудия судебной власти Казахстана. И ваше доверие для нас очень важно. Мы этим дорожим, бережем, и с каждым разом новые инновационные технологии, изменения, все это делается для того, чтобы повысить ваше доверие к нам, которое очень ценно. Спасибо большое. Время нашего эфира, к сожалению, подошло к концу. Тема нашей сегодняшней беседы – факторы, вызывающие доверие к суду. Это очень полезная информация для нас всех. Всего доброго, будьте здоровы. Продолжение следует...